Всем привет! Сегодня начинаем серию видео по вязанию вот такой вот варежки из пухонорки. Варежку будем вязать в нашем телеграм-канале. Что это значит? Это значит, что мы будем выкладывать там поступательные видео, которые потребуются для того, чтобы связать вот такую варежку. Если вы новичок, то вам будет прям суперудобно, комфортно, потому что мы будем прям с самых азов, с самого начала набирать, потом расширять палец, вязать основное полотно, закрывать здесь мысок, закрывать его иглой, здесь вывязывать палец, смотреть, чтобы тут не было дырок, закрывать, собственно, палец, прятать нитки. Короче, все основные моменты, которые нужны, мы все осветим. Дальше, если вам понравится этот процесс, вы можете уже усовершенствовать собственную самоварежку, не знаю, придумать какие-то новые узоры, там, может быть, вышивку какую-то, вот, размер другой вязать, ну, короче, делать все, что вам угодно, мы здесь даем именно базу. Вот, вязать будем, выкладывать и на ютубе какие-то видео, но основной процесс у нас будет вести вместе с обсуждением, с выкладыванием работ, процессов и так далее, будем вести все в телеграм-канале, поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь, присылайте, что получилось, какой пряжи вы вязали, в общем, будем очень рады, максимально, максимально рады этому общению, в общем, тому, как вы поделитесь вашими работами, покажете, что у вас получается, что у вас не получается, в общем, присоединяйтесь, welcome, как говорится, будем очень-очень рады, оставлю ссылку в официании, присоединяйтесь, вяжите и наслаждайтесь жизнью и вязанием. Вот, смотрите, для пряжи, для вязания потребуется такая вот пряжа пух-норки, вы можете, в принципе, использовать любую другую, ну, которая подходит по толщине, ну, вот, мы вяжем из пуха норки, в две нити, вот такие основные и одну дополнительную. И потребуется еще пока что спицы чулочные, у меня 3,5 мм, вот такие бамбуковые, 15-сантиметровые, мне вполне достаточно по длине, в принципе, здесь на ваш комфорт можете 20-сантиметровые приобрести, там, или использовать, ну, вот, мне 15-сантиметровых вполне достаточно, на петли хватает, не выскакивает, не скользит, в общем, рекомендую 15, но здесь можете попробовать другие. Так, ну, давайте набирать, 40 петель наберем, набирать можно любым способом, в принципе, у меня здесь вот такой вот набор, я покажу, как я делаю, вы можете использовать любой набор общий, который вы знаете, практикуете, который вам нравится, главное, чтобы набрать нужно 40 петель. Так, смотрите, отматываем кончик нити, ну, я довольно длинный отмотаю, чтобы нам хватило. Располагаем вот таким образом, вот, смотрите, как это здесь, закрепляю перед, вот этот кончик у меня, вот он, то есть это кончик свободный, здесь нить отмотка, вот так вот, через большой палец, через указательный, и вот здесь закрепляю, безымянно, кажется, называется, вот, теперь набираем, вот, вот так должно получиться, давайте еще раз покажу, здесь заводим спицу, подхватываем под большим, и с указательного собираем, вот, получается две, ну, и дальше набираем, собственно, на каждую спицу набираем по 10 петель, вот, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вот, 10 петель набрали, все, теперь берем следующую спицу, вот, вот, 10 петель набрали, точно так же подхватываем, и сюда, так, сейчас сяду повдобнее, еще раз, 3, ну, лучше затягивать повдобнее, больше, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так, еще 10, вот, дальше, следующую берем третью, вот так я делаю, сейчас я останусь, значит, вот сюда, потом захватываю с указательного, вытаскиваю, и дальше вот так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так, вот так получается, смотрите, чтобы все вот эти, вот, набранный ряд вниз смотрел, ну, то есть, чтобы не перекручивалось, вот так вот, чтобы не было, вот, чтобы все вниз смотрели, кстати, я вот показала вам вот так, про снизу, можно, конечно же, сейчас только заметила, подумала об этом, пока вязала, что, конечно же, все можно вот делать, как обычный пляж, сейчас, здесь вот, когда много уже спицы, получается не очень удобно, но постепенно, неудобно сижу, к сожалению, вот, так, сейчас еще раз покажу, так, захватываем, в общем, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вот, короче, набрали, получается, вот что-то такое непонятное, это, наверное, многие боятся чулочных спиц, если первый раз начинаете, вот, смотрите, главное теперь их расположить все, вот в такую картинку, там можно вот подтянуть, если где-то что-то не дотягивается, или что-то такое, вот, здесь главное, чтобы все вот эти дорожки, которые вы набрали, они смотрели вниз, сейчас, вот, то есть все должно смотреть вниз сейчас, тут все тоже поправлю, да, показываю, как есть, на самом деле, потому что все это, к сожалению, всегда так выглядит, но потом все нормально, вот, в общем, все дорожки, вот эти косички, все вниз смотрят, проверили, если это так, дальше мы берем последнюю пятую спицу и просто провязываем вместе, не вместе, а провязываем первую лицевую петлю, здесь главное, чтобы вы не вязали вот этим хвостиком, вот, потому что, ну, так иначе ничего не получится, точно, главное вязать вот этим кончиком отмотка, обязательно проверьте, очень часто бывает, что вяжу тут именно вот этой вот частью, я сама постоянно вот так ошибаюсь, потом очень обидно все приходится распускать, особенно в первом ряду, это прям очень актуальное замечание, вот, все, теперь мы располагаем вот таким образом, здесь, в принципе, не так важно, как вы расположите, но главное, что вам нужно подцепить вот эту вот последнюю петлю, которую набрали, за, и провязать лицевой, вот, здесь покрепче, лучше делать, чтобы, 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 не все подцепилась, в общем, вот здесь такой момент, первая петля всегда, вот, в общем, подцепляете, вот, и получается вот такая вот первая лицевая, дальше, соответственно, вы просто с каждой петли провязываете, здесь первый ряд всегда такой немножечко, немножечко неудобный, вот, соответственно, провязываете по две лицевые, две изнаночные, вот, до конца, собственно, самой спицы, вот такая вот получается, дальше берете другую, эту спицу, которая освободилась, и точно также провязываете, там, две лицевые, две изнаночные, здесь закончили двумя лицевыми, соответственно, начинаем двумя изнаночными, раз, два, три лицевые, потом две изнаночные, две лицевые, две изнаночные, вот, и так продолжаете вязать по кругу резинкой 2х2, вот, здесь манжету можно, в принципе, любую связать, на ваше усмотрение, у меня она такая довольно длинная, ну, мне кажется, так захотелось, в принципе, можно связать там короче, длиннее, в общем, ну, здесь смотрите, сколько у меня, я напишу в телеграме сколько петель, то что не считала пока, если честно, вот, ну, манжету, смотрите на ваше усмотрение, можно даже длиннее связать, тогда вы можете ее вот так подвернуть, вот так, плюс, если у вас другой размер, тоже будет, можно вот так вот, симпатичнее, может быть, даже будет смотреться, кому-то тоже будет понравиться, вот, поэтому здесь смотрите на ваше усмотрение, длину вяжите пока, вот, резинкой 2х2 до следующего видео, любую длину, которая нравится, вот, спасибо за внимание, надеюсь, вам было полезно, не пропускайте видео, стараемся записывать регулярно о наших новинках, делать различные обзоры, ну, и вот решили такую вести рубрику по совместному вязанию, вот, поэтому присоединяйтесь, будем очень-очень рады, все ссылки оставляю в описании, не пропустите, пока!